Дополнение Если вам надоели Орда и Альянс, то можете смело послать их нахрен и стать Ренегатом, представителем третьей фракции. Все это и многое другое доступно на проекте Сирус, онлайн которого насчитывает аж больше 15 тысяч человек. Ссылка в описании. Регистрируйся и начинай свой путь во вселенной Варкрафт. Драктиры. Пожалуй, ни одна раса или класс не вызывали столько споров и негатива, сколько эти меньшие дракончики. Как только Blizzard их показали, я буквально наблюдал, как на моих глазах появляются сотни комментариев о том, насколько же они не понравились поклонникам. Вот вы, прямо сейчас, напишите в комментариях, как относитесь к драктирам, положительно или отрицательно. Но мне все же хочется порассуждать над этим вопросом. Почему драктиры – плохая раса? И действительно ли плохая? Знаете, я понимаю негодование многих из вас. Еще на стадии анонса игроки отметили сомнительный внешний вид драктиров. Раса выглядит так, словно берет свои корни у органианцев из Скайрима. Плюс ко всему имеет довольно непропорциональные телосложения. Вытянутое тело, худые руки, странные анимации. Но справедливости ради стоит похвалить варианты кастомизации лиц. Их невероятно много. Такое чувство, что Blizzard 99% времени уделили именно лицам, напрочь позабыв об остальных частях тела. И самое плохое, на мой взгляд, это практически нулевое различие между мужчинами и женщинами-драктирами. Ой, простите, я, конечно же, имел в виду тело 1 и тело 2. Шучу. Их практически невозможно отличить. Единственное, что отличает мужчин от женщин, это глаза и наличие украшений. Но, возможно, это только мои придирки, хотя я говорю так, как лежит на душе. Все как есть. Как по мне, над этими моментами можно было поработать посерьезнее. Даже панды и вольперы имеют явное различие пополам. А если посмотреть на драктиров, то это совершенно незаметно. Но если посмотреть на их историю, что можно сказать о ней? На первый взгляд мне нравится концепция расы. Таинственный эксперимент смертокрыла по скрещиванию смертных и драконов. Завязка неплохая, но если посмотреть чуть дальше, то увидим очередную матрешку вместе с роялем из кустов. Это когда внезапно появляется кто-то или что-то невероятно древнее и сильное, но дремавшее тысячи лет. Как же Близзард обожают эти приемы. Почему же драконы никогда не упоминали драктиров? Ни в одной летописи, ни в одном рассказе, вообще нигде. Непонятно. История вновь придумывается на ходу, но если история интересная, то это еще ладно. В новом синематике и в самой игре драктиры должны раскрыться лучше. И, надеюсь, их история нас не разочарует. Я понимаю, почему Близзард создали их. Наверняка изначально рассматривался вариант добавления драконов в качестве играбельной расы. Но их размеры не позволяли сделать это. Поэтому разработчики приняли решение создать что-то такое, что впишется в возможности движка. Но, блин, были ведь варианты и получше. Например, дракона рожденные, которых можно было создать по образу Двакина из Скайрима. Можно взять любую расу, добавить им несколько отличительных особенностей по внешнему виду, те же частички чешуи и огненные глаза, и наделить способностями извергать пламя, ненадолго выпускать крылья и взлетать, как охотники на демонов. Это внесло бы больше разнообразия в кастомизацию персонажа. Хочешь создавать человека, хочешь Таурена, а хочешь вообще гнома. Но драктирам доступен только смертный облик полукровки. Тот же Гневион и Нефариан же проводили какие-то эксперименты. Они могли бы вывести новый вид грозных драконорожденных. Получилась бы прикольная, интересная и современная история. Вместо рояля из кустов в стиле «Они дремали тысячи лет». Нравится ли вам моя идея с Двакинами из мира Варкрафт? Напишите в комментариях. Но это чисто мои придумки. Хотя постойте. Почему все позабыли о драконидах? Это те же меньшие драконы, которые обычно выполняли обязанности стражников или простых вояк. Существуют как двуногие дракониды без крыльев, так и на четырех лапах с крыльями. Эта раса напрочь лишена внимания. О ней практически ничего не известно. Однако она выглядит как готовый вариант для внедрения в список играбельных рас. Просто возьмите, доработайте их, напишите для них интересную историю и все. Новая раса готова. Зачем выдумывать каких-то драктиров? Как по мне, правильнее было бы доработать драконидов. Вариантов было множество, но Близзард решили выбрать самый рискованный и странный. Что и привело к жарким спорам и расхождению мнений. Сложно судить, плохая ли раса драктиры. Конечно же, невозможно угодить всем. Однако, в нашем случае есть и явные недочеты, которые я озвучил в этом ролике. Пишите в комментариях, насколько вы со мной согласны и как сами относитесь к драктирам и всему, что с ними связано. Уже совсем скоро выйдет финальный синематик из серии «Наследие», посвященный этим самым дракончикам. Поэтому обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить его в русской озвучке. Ведь Близзард не выложит его в дубляже. А я пока ненадолго прощаюсь с вами. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok